Добрый день, дорогие коллеги! Большое спасибо за приглашение на эту замечательную конференцию. Я никогда не занималась исследованием балтийских языков, и вряд ли, наверное, буду этим заниматься дальше. Я прежде всего словист, но исследование славянского материала в какой-то момент заставило меня выйти немного за рамки славянские и посмотреть на интересующие меня формы немножко шире, поскольку, как выяснилось, на широком фоне этим никто никогда не занимался. Литовские и латышские примеры, которые я буду приводить на слайдах, взяты из анкет носителей литовского и латышского языков. Поэтому если там вдруг есть какие-то ошибки, то я заранее прошу прощения. К сожалению, мне знания языка не позволяют выявить эти ошибки, и буду благодарна, если вы мне на них укажете. Но они просто взяты напрямую из анкет. Итак, собственно, что меня интересует в моем докладе, в моем выступлении? Это формы предбудущего времени, которые Бернардом Комри вместе с Плюском Перфектом были названы абсолютно относительными временами. Почему они были им названы абсолютно относительными временами? Потому что они представляют собой комбинацию показателей, которые осуществляют темпоральную референцию, в данном случае к будущему, и показатели таксиса или предшествования. Всем известно, что базовыми контекстами для предбудущего являются контексты предшествования какого-то события некоторому пункту в будущем, некоторому моменту референции в будущем. Вот как раз на слайде приведены два примера. Один славянский и болгарский из болгарского национального корпуса. Второй пример латышский, который взят из анкеты, которую мы делали вместе с присутствующим здесь Дмитрием Сеченавой, про которую я скажу чуть позже. Примеры, с вашего позволения, я зачитывать не буду. Они вместе с переводом будут даны на слайдах. Хотелось бы несколько слов сказать вообще, зачем это нужно изучать, и что в этом интересно. Действительно, этот вопрос имеет смысл, потому что долгое время считалось, что предбудущее — это просто обозначение предшествования в будущем, ничего интересного оно из себя не представляет. Значение его чисто композиционально. Изучать нужно перфект. Собственно, какие соображения можно высказать за то, что это интересно, этим стоит заниматься. Как известно, перфект — такая нестабильная глагольная категория, которая подвергается быстрым семантическим изменениям. Есть несколько сценариев перфекта, которые описаны в работах Владимира Александровича Плангяна. Как кажется, для славянского и, по-видимому, для балтийского материала актуальны два сценария. Это так называемый расширенный перфект, который стремится превратиться в претеррит, и виденциальный перфект, который специализируется на выражении виденциальных значений. Итак, по мере того, как, собственно, перфект дрейфует в ту или иную сторону, расстояние между ним и его аналогом, плюсковым перфектом, членом перфектной парадигмы, усложняется и диаматизируется. Цитата, опять же, из работы Владимира Александровича Плангяна. И, как кажется, тоже мы можем ожидать и тоже справедливо предполагать и для предбудущего. То есть аналога плюсковым перфекта в плане будущего. По отношению к плюсковому перфекту такой подход Стендаль назвал когда-то шизофреническим подходом к плюсовому перфекту. Он же, по-видимому, положил начало такому особому рассмотрению плюсковому перфекту как отдельной категории. А я предлагаю такой же, своего рода, шизофренический подход к предбудущему. Прежде чем переходить к семантике, я бы хотела несколько слов сказать о структурных типах предбудущего в рассматриваемых мной языках. Поскольку это, прежде всего, славянские и балтийские, то это четыре структурных типа. Один из них, один структурный тип является для них общим. Первый тип, я его условно называю сербо-хорватский, потому что он сейчас представлен только в сербо-хорватском языке. Можно его называть общеславянским, поскольку в диахронии, по-видимому, все славянские языки образовывали предбудущее по данной модели. Форма перфективного презенса от основы «буд» плюс «эл-причастие». Следующие два типа — это два балканских типа. Один — северно-балканский, так условно я его называю. Второй — южно-балканский, то есть собственно-балканский тип. Он использует вспомогательный глагол «иметь», а северно-балканский тип использует вспомогательный глагол «быть» с «эл-причастием» и с частицей «ште», восходящей к глаголу «хотеть». По этой же модели образуются формы предбудущего в сербо-хорватских чаковских ковах, которые я буду дальше рассматривать в своём выступлении. И, наконец, собственно, балтийский тип. Это формы будущего времени вспомогательного глагола «быть» и действительное предчастие прошедшего времени. По этой же модели образуется предбудущее в северо-западно-русских говорах, что, в общем, понятно. Итак, несколько слов о, можно сказать, работах предшественников, даже не предшественников, а современников, можно сказать, правильнее. Оказалось, что этой темой, несмотря на всю её маргинальность, всё-таки кто-то уже занимался, и есть работа, не знаю, опубликованная ли, ещё нет. Значит, здесь все три работы ещё не опубликованы. Первая работа Аркадия Виммер «Perfects in Baltic and Slavic», в которой утверждается, что предбудущее в литовском и латышском имеет композициональное употребление, то есть, собственно, будущее предварительное, но чаще используется для выражения инференции о состояниях или прошедших событиях. И предлагается рассматривать вот эти употребления как такую самостоятельную конструкцию, использующую те же формальные средства. В общем, это же подтверждается и в ещё не опубликованной работе Сеченава-Перкова 2019, в которой на материале параллельных корпусов рассматривается предбудущее, не только предбудущее, но один из фрагментов этой работы, разделов этой работы, посвящен формам предбудущего времени. И в этой работе уже приведены конкретные цифры, это данные параллельных корпусов, из которых видно, что и для литовского, и для латышского предбудущего преобладают как раз такие употребления в значении предположения, в целом назовём их так, а не собственно композициональные. И здесь же хотелось бы упомянуть работу, тоже ещё не опубликованную, Дмитрия Владимировича Сеченава, которая посвящена романским языкам, однако в ней также используется типологическая анкета, про которую будет идти речь. Первоначально я хотела в своём докладе охватить и параллельные корпуса на платформе Национального корпуса русского языка, и данные анкетирования. Но потом я поняла, что это невозможно уместить в рамки одного доклада, и решила предложить вашему вниманию только результаты обработки анкет информантов. Я буду говорить о современных славянских языках, о болгарском, македонском и чаковских говорах сербо-хорватского языка. Я не буду говорить о так называемом втором будущем, футур других в сербо-хорватском, в штоковских говорах, потому что эта конструкция, по-видимому, уже не является предбудущим, а является таким вторым будущим, употребляемым исключительно в зависимых предикациях, в условных и в относительных. Поэтому эти формы рассматривать не буду. И также анкеты носителей литовского и латышского языков. Для того, чтобы был какой-то более широкий фон, эти данные будут сравниваться с данными носителей итальянского, французского, немецкого, румынского и новогреческого языков. Понятно, два романских, керманских и два балканских языка. На самом деле у нас есть данные по большему количеству языков, но я думаю, что достаточно будет охватить и несколько предложенных. Несколько слов скажу об анкете. Что это за анкета? Мы ее разработали, еще раз скажу, с Дмитрием Сеченавой вместе. Она состоит из 32 предложений, существует в двух видах, на русском и на английском. Девять предложений взяты из уже существующей анкеты по перфекту из Сценодали. Это такие контексты, которые проверяют композициональное употребление предбудущего, предшествование в будущем, инклюзивный перфект в будущем. Например, я уже к тому времени проработаю здесь 30 лет. В чем отличие этой анкеты от других подобных инструментов исследования? И в этом же, видимо, ее и недостатки, и достоинства. Недостатки, в общем-то, очевидны всем, кто когда-то использовал такие мета-исследования. А про достоинства все-таки хотел бы несколько слов сказать. Прежде всего, в отличие от других анкет, мы задаем носителям прямой вопрос, можно ли в том или ином предложении употребить форму предбудущего времени. Для чего это делается? Это делается потому, что формы предбудущего, они как бы квази-обязательны, они не обязательны для употребления, говорящие всегда обладают другими языковыми средствами для передачи тех же самых значений. Поэтому, если бы не прямой вопрос, можно было бы получить просто неинформативные анкеты. Кроме того, мы также спрашиваем у информантов, предпочтительно ли использование конструкции только в письменной или только в устной речи, или разницы никакой не существует. Из плюсов этой анкеты то, что можно посмотреть на синонимию форм предбудущего с другими средствами. Классификация контекстов из анкеты. Можно было бы предложить, наверное, более дробную, но, думаю, удобнее ограничиться такой классификацией. Прежде всего, это контексты предшествования в будущем, это контексты инклюзивного перфекта, например, я проработаю тут уже 30 лет, это предшествования хабитуальной ситуации, контексты подведения итогов, это такие контексты вроде «Как же они меня замучили?» или «Сколько земель я за свою жизнь захватил?» и так далее. Они в основном не будут нас дальше интересовать, поскольку встречаются преимущественно только во французских текстах, в том числе и в старо-французских, откуда мы этот контекст извлекли для проверки других языков. Контексты резкого императива, например, чтобы завтра к двум часам статья была написана, или ты написал статью. Эти контексты не характерны тоже для славянских и балтийских языков, поэтому мы их дальше тоже рассматривать не будем. А правый столбик представляет собой все те употребления предбудущего, которые связаны с выражением эпистемической дистанции говорящего. Они все разные, но держатся на желании и необходимости выразить эпистемическую дистанцию. И я предпочитаю использовать термин стратегии, модально-эвиденциальной стратегии. В данном случае, вслед за Александром Эхенвальд, поскольку она употребляет это по отношению к неэвиденциалам, которые в тех или иных случаях приобретают эвиденциальные значения. И такая классификация получается, презумптивные значения, то есть догадка говорящего, инференция, то есть вывод из наблюдаемого. Далее, неосознанные действия говорящего, например, когда кто-то что-то сделал по ошибке или что-то произошло с кем-то, и он этого не заметил. Передача внутреннего опыта, например, я замерз, заболел, влюбился и так далее. Также дубитативные значения, то есть фактически имплицитное отрицание говорящим некоторого факта. Миративные стратегии, которые, казалось бы, не относятся к эвиденциальным, но также основаны на эпистемической дистанции. И так называемый игноратив, его надо было взять в кавычки, но этого не сделала. Этот термин предложен Дмитрием Владимировичем Сеченавой в упомянутой работе о романском предбудущем и обозначает такие контексты, в которых говорящий обнаруживает незнание некоторой информации, некоторого положения дел. Я несколько слов скажу про каждую стратегию, если, надеюсь, я успеваю это сделать. Прежде всего, это презумптив. Такие типы употребления характерны для предбудущего, по-видимому, практически во всех языках, в пределах Европы и даже за ее пределами. Вот на слайде приведено предложение из анкеты, а далее эквиваленты, которые предложили информанты в тех или иных анкетах. Здесь на слайде болгарский, чаковский диалект, литовский и латышский. Во всех этих языках можно употребить предбудущее в данном контексте. Македонские носители такого варианта не предлагают. Некоторой разновидностью презумптивных контекстов является такой контекст диалога с читателем. Что это такое? Это когда автор обращается к читателю и говорит что-то вроде «как читатель уже, наверное, понял» или «как читатель, наверное, уже заметил». Это такая своего рода дискурсивная функция предбудущего, которая развивается на основе презумптивных употреблений. Она сначала была обнаружена в итальянской прозе, в итальянско-русском параллельном корпусе. А потом оказалось, что она существует не только в итальянской прозе, но и большинство опрошенных информантов в различных языках почему-то очень любят употреблять предбудущее вот в этом контексте. То есть здесь наблюдается какое-то удивительное единство и латышских, и литовских, и славянских, и других информантов. Все они склонны именно здесь употреблять форму предбудущего времени. И даже иногда сопровождают это комментарием о том, что вот, да, вот в этом контексте вообще очень хорошо звучит, ну что-то в этом роде. Дальше, следующий тип контекстов это инференция, синхронная или ретроспективная. Опять же, такой тип употреблений широко известен и в балтийских, и в славянских языках, за исключением македонских анкет, и в других европейских языках. Поэтому я здесь не буду останавливаться подробно. Единственное, я позволю себе прокомментировать вот эти комментарии в скобках. Это комментарии болгарского информанта, который для данного предложения предложил два варианта и пояснил в скобках, в чем разница между ними. Значит, если конклюзив не испал, а зеножд, то это, значит, определил Холмс, значит, он 100%, 99,9% уверен. А если предбудущее Нямаде испал, тогда это вот догадался Штирлиц, то есть большая гипотетичность, скажем так, выражается. Ну и что касается различий между литовским и латышским, то литовские информанты более склонны употреблять здесь прибудущее, нежели латышские. В латышских анкетах встретилась в данном контексте форма предбудущего только в одном случае. Следующий тип — это неосознанные действия. Например, я, кажется, выпила эту жидкость по ошибке. Очень интересно, что именно эти контексты оказываются одними из наиболее типичных для предбудущего как в литовском и латышском, так, например, в чаковских диалектах сербо-хорватского языка. В отличие, например, от болгарского, в котором информанты реже употребляют эту форму. В данном контексте вот в данном случае это только пятый вариант, который предложил информант, только в одной анкете. Следующий тип контекстов — это передача внутреннего опыта, эндофорической эвиденции. В этих контекстах в целом предбудущее употребляется реже в исследованных языках. Оно встречается и в литовском, и в латышском, и в чаковском, и в некоторых других европейских языках, но, например, совсем не употребляется в немецком и, можно сказать, маргинально в болгарском и румынском. Примеры на слайде вы можете прочитать. Следующая стратегия — дубитативная стратегия, она в целом очень редка для форм предбудущего времени, однако все же встречается. В анкетах славянских и балтийских таких вариантов не предложено, хотя в болгарско-русском параллельном корпусе такие примеры, подобные примеры мне удалось найти. Однако информанты это не подтверждают, за исключением удивительного единства в итальянских анкетах, которые склонны употреблять предбудущее и в данном случае. Я стащил твой паспорт, то есть неужели я буду стащил твой паспорт? Такое имплицитное отрицание здесь и, опять же, эпистемическая дистанция. В исследуемых нам языках, напротив, болгары склонны использовать, например, перфект или дубитатив, французский кондиционал, литовский информант и плюском перфект, латышский перфект и, возможно, еще какие-то другие конструкции, но нужно еще подробно, наверное, проверять всю эту контекстность синонимии. Следующий тип контекстов — это миративные контексты, они разделяются на два типа. В первых, говорящий выражает удивление, связанное с какой-то нежелательной ситуацией, во-вторых, удивление связанное с желательной ситуацией. Так вот, оказывается, что нежелательная ситуация, нежелательная ситуация гораздо более склонна передаваться формам предбудущего, тем желательная ситуация, что, в общем, тоже можно объяснить, вот заложенной в этой форме такой эпистемической дистанции, говорящий склонен дистанцироваться от чего-то нежелательного, чем дистанцироваться от чего-то желательного, как мне кажется. Вот переводы из чаковской анкеты и литовской анкеты. Если по отношению к нежелательным ситуациям это употребляется практически во всех исследованных анкетах, то по отношению к каким-то положительным событиям, например, я выиграл миллион, он встретился только у литовских и итальянских информантов. И последняя ситуация, ситуация незнания или игноратив. Здесь тоже можно выделить два синтаксических подвида. Это вопросительные предложения, где это она его нашла, и зависимые клаузы. Я не знаю, я понятия не имею, куда он ходил. И если в вопросительных предложениях гораздо чаще употребляется в данном случае предбудущее, такие варианты встречены в болгарских, литовских, итальянских, французских и румынских анкетах, они отсутствуют в латышских и чаковских, то в зависимых клаузах ни в славянских, ни в балтийских анкетах таких примеров не обнаружено. Некоторое обобщение. Я сначала поставила плюсики и минусики в таблицу, потом поняла, что никто ничего не увидит, и решила всё это раскрасить цветами. Что означают цвета? Зелёный означает, что в данном типе контекста в большинство информантов использовали формы предбудущего времени. И слева направо представлены языки. Итальянский, французский, литовский, латышский, немецкий, болгарский, чаковский, румынский, новогреческий, македонский. Что означает красный? Это значит, что ни в одной из анкет в данном контексте формы предбудущего не встретились, а жёлтенький означает, что такие примеры встретились, но они единичны. И если мы посмотрим на эту таблицу, то мы увидим такой хороший итальянский максимум, такой хороший македонский минимум вместе на пару с новогреческим. Каково место славянских и балтийских языков в этой картине? Третий столбец — это литовский, он гораздо ближе к итальянскому максимуму, чем, например, латышский, хотя в целом эти два языка близки, что в общем понятно. Болгарский занимает пограничное положение, поскольку, видимо, балканское влияние здесь сказывается, и, по-видимому, для балканских языков такие употребления менее характерны. Что касается чаковских диалектов, то в них довольно широко грамматикализована эта форма, и нужно сказать особо, я должна была сделать это раньше, но забыла, что в отличие от всех остальных языков, в отличие от всех остальных предбудущих, в чаковских диалектах абсолютно невозможно употребление этих конструкций в классическом значении предшествования по отношению к будущему. То есть там это только конструкция с эпистемическим значением. Ну и некоторые выводы, если можно их так назвать. Полное отсутствие эпистемических употреблений в македонском, маргинальное употребление в болгарском, полная грамматикализация в чаковских говорах и довольно широкая, довольно продвинутая ситуация как в литовском, так и в латышском языках. Если у меня есть время, я ещё могу... Нет? Ну, в зависимости от того, как сетевые вопросы, потому что... А, тогда... Есть 7 минут ещё. Есть 7 минут, я тогда буквально одну минуту, наверное, потрачу слушателей. Покажу такую красивую картинку, надо мне беречь микрофон. Вот, это визуализация расстояний, которую мы тоже с Дмитрием Владимировичем вместе сделали по результатам всей анкеты, не только модальных и введенциальных контекстов. Может быть, плохо видно, но я покажу на схеме. Вот примерно здесь, это примерно ноль. То, что стремится уйти сюда, это приближение к 100% употреблений предбудущего в разных контекстах анкеты. И вот эти три линии, это, собственно, итальянские, три итальянских анкеты, которые демонстрируют приближение к 100%. И вот возле них, здесь, очень рядом к ним находятся литовские. И гораздо дальше находятся первая и вторая латышские анкеты. И рядом с ними находятся, например, чаковские говоры. И уже ближе к нулю, вот здесь находятся македонские и болгарские формы. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok